Совсем недавно в Библейском институте проходили важный курс, связанный с греховностью человека. Насколько греховен человек? То, что он греховен, в этом никто не сомневается. А вот насколько глубина испорченности человека полностью испорчен человек или же всё-таки в нём есть что-то доброе? Что говорит Писание? Неужели все люди до единого полностью греховны и полностью испорчены? Неужели парень, который никогда никого не убивал, и другой какой-то преступник, который и убивал, и совершал какие-то другие страшные преступления, можно ли назвать, что и этот парень, который не убивал, полностью испорчен и полностью греховен, и тот преступник также полностью греховен? Ну, с преступником всё понятно, вроде бы вопросов не возникает. А как же те люди, которые более или менее не живут таким греховной жизнью? Что же Писание говорит? Писание говорит, что все люди, после того, как согрешил Адам, Писание говорит, что все люди до единого полностью греховны. Что же это означает? Давайте сперва посмотрим, что не означает полная греховность или полная испорченность. Полная греховность не означает, что каждый человек настолько нечестивый, настолько только может быть. В нашем гражданском обществе есть рамки, есть сдерживающие факторы, есть общество, есть страх перед законом. То, что сдерживает человек, и может как-то человек вести себя, не проявляя полную греховность. Также полная греховность не означает, что каждый человек обязательно должен совершить всевозможные грехи. Например, жадный человек одновременно не может быть расточительным. Также полная греховность не означает, что каждый человек искушается в каждом грехе. Есть люди, которые не испытывают какие-то особые склонности в некоторых грехах. Также полная греховность не исключает существования какой-либо добродетели или же достоинства в сердце человека. Вы можете встретить очень порядочных людей в гражданском обществе. Есть герой, который совершает разные подвиги. Также полная греховность не значит, что все люди абсолютно равны в своей греховности на уровне их действий и на уровне их желаний. Также полная испорченность не отрицает того, что грешник обладает свойственным ему пониманием, что Бог есть на основании общего откровения. Также полная испорченность не означает, что человек не понимает, что такое добро или зло. И последнее, на что хотел бы я обратить внимание, полная греховность не означает, что в человеке отсутствует образ и подобие Божий. Хотя он искажен до неузнаваемости, но в полном испорченном человеке образ и подобие Божие все равно присутствуют. Итак, вот мы перечислили некоторые аспекты, что не означает полная греховность. Тогда что же означает полная греховность? Когда мы читаем Священное Писание, нам стоит обратить внимание, что Писание говорит о полной испорченности человека. Я приведу несколько стихов, хотя их в Священном Писании достаточно много. Например, в Бытие, в 6 главе, в 5 стихе написано, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помещения сердца их были зло во всякое время». Заметьте, здесь Бог говорит о том, что велико развращение, причем не исключает он какого-то отдельного человека, и причем зло присутствует во все времена. В Новом Завете апостол Павел в Ефесянам 4 главе он говорит эфесским верующим, 17 стиха, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Вот здесь апостол Павел разграничивает, чтобы верующие люди не поступали так, как поступают все остальные люди. Другими словами, как поступают все невозрожденные люди, люди, которые не знают Бога. И вот здесь перечисляет, вот в этих 18 и 19 стихе можно увидеть элементы полной испорченности, полной греховности. На основании этих стихов и других, также стихов из Священного Писания, мы можем сделать четыре вывода, что означает полная греховность. Самый первый вывод. Полная греховность означает, что падший человек абсолютно лишён любви Божьей. Другими словами, он не может исполнить Божьи требования, Божий закон. Во втором законе в 6 главе Бог требовал, чтобы человек возлюбил Бога всем сердцем своим, всей душой, всей крепостью. Человек абсолютно не способен на какую любовь. И это нарушение главного требования, требования от Бога. Второе, что мы можем также подчеркнуть, что полная испорченность означает, что человек потерял свою первоначальную праведность. Человек стал грешным. После того, как Адам и Ева согрешили, все люди имеют вот эту греховную природу. И даже если человек что-то доброе делает, у него есть неправильная мотивация, у него есть неправильные стремления. Помните, Иисус Христос обличал книжников и фарисеев. Он говорил в Матфея 23 стих «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемери, что даете десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Заметьте, одно эти люди, книжники и фарисеи, одно это хорошо делали. Они отдавали десятины из разных доходов в своей жизни, но оставили главную. То есть, несмотря на то, что что-то доброе они делают, они не в состоянии сделать другое требование, которое есть от Бога. Третье, что означает полная греховность? Это означает, что в жизни человека действует сильная склонность ко греху, сильное желание грешить, сильнодействующие склонности ко греху. Эти склонности грешить заставляют человека питать отвращение к духовным вещам, к духовным благам, к духовным действиям. И даже самоустремление к самому Богу. Вот эта склонность к греховности не даёт, чтобы человек искал Бога и приближался или совершал какое-то духовное благо в глазах Божьих. И последнее, последнее очень важное. Полная греховность указывает на то, что каждая составная природа человека, как в её физическом, так и в духовном проявлении, была полностью заражена грехом. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о природе человека? Это весь человек. Возьмите любую составную часть человека, и вы придёте к выводу, что все эти части, они заражены грехом. Это касается природы человека, это касается человеческого разума, это касается сердца человека, вот почему он нуждается в новом сердце. Это касается человеческого чувства и отношения, человеческая плоть и дух, они заражены грехом и осквернены. И последнее, это человеческая воля. Человеческая воля была значительно ослаблена, чтобы выбирать Божье добро. Другими словами, полная испорченность не даёт человеку выбирать Божью сторону, Божье благо. Насколько это важный вопрос, понимание этого вопроса, насколько это важно? Пока человек не поймёт, что в нём нет ничего доброго, пока человек будет видеть в себе какое-то благо, какую-то доброту, то человек не будет искать Спасителя. Он не увидит нужду в том, что он нуждается в спасении со стороны. В нём нет этой способности, чтобы сделать себя перед Богом праведным. Пока он думает, что что-то в нём есть доброе, он будет надеяться, что его добрые дела перевесят те грехи, которых он совершает. Поэтому пусть Бог даст понимание каждому человеку, чтобы они осознали, в каком они состоянии находятся. И задача верующего человека объяснить это на основании Священного Писания. Когда человек увидит себя в правильном свете, именно тогда он начнёт искать Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok